Всем привет, с вами Картелага и сегодня мы начинаем строить дорожную систему города Калуги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Естественно у нас тут будет еще проходить основная магистраль дорожная, которая будет идти из Белгорода. Здесь еще пока что естественно мы ничего не делали, но здесь у нас трасса тоже пойдет также через этот мост и будет куда-нибудь сюда. В свое время когда-то давно один подписчик просил меня сделать город Белорецк, где у нас собираются вагоны метро. И я его планирую поставить где-то здесь примерно, потому что у меня здесь есть незанятая ветка железнодорожная. И соответственно она будет приведена вот сюда как тупик, вот в данный город. Поэтому сюда придет основная магистраль. А так мы еще возможно сделаем отвертление от, как правильно сказать, от кольцевой, которая пойдет уже в сторону вот скорее сюда Корсень. В принципе что еще добавить? Наверное самая сложная постройка у нас будет вот здесь, вот с этим мостом, потому что здесь я планирую поставить двухэтажный мост совместный с железной дорогой. Я такого, конечно, еще никогда не делал, но было бы очень-очень здорово и мы это попробуем сделать. Что из этого получится, я не знаю. Самая большая сложность будет поставить мост низкой высоты. Потому что игра не воспринимает мосты низкой высоты, им ей нужны только высокие мосты. А мне нужна низкая где-то примерно на уровне контактной сети. Собственно к этому мы и будем стремиться. Ну а мы, наверное, пожалуй, начнем. Начнем мы именно с этого моста. Мы его сейчас начнем строить, потому что проложить дорогу недолго, а вот построить красивый объект на это нужно время. Что ж, не будем затягивать тогда. Начнем наше строительство и пока я строю, вы можете заварить себе чайку, подписаться на канал и поставить лайк под этим роликом. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 сложность состоит в том то что у нас здесь она сейчас находится на крайне низком положении да то есть как вы можете заметить я вам еще раз покажу каким-нибудь еще вот видите у нас насколько она низко находится контактная сеть у нас идет прямо по потолку она находится немножко выше поножи здесь я специально отдельно проводил виден у меня тут два слоя вот она немножко выше находится и вот этот момент мне нужно будет как-то провернуть а как провернуть я пока не знаю но будем думать скорее всего вот эту всю часть мы сейчас будем просто удалять убирать вниз чтобы я мог спокойно провести здесь эстакаду я сначала попробую без удаления может быть она все-таки пройдет но если не пройдет на это мы просто опустим и потом немножечко повыше подымаем и уже здесь пропустим также скорее всего может быть я сейчас просто сразу проведу здесь четыре полосы на эстакаду да потом здесь рядом будет проходить и потом сюда уже загибаться да такой будет небольшой мне большие изменения высоты ну так вот чтобы на помешке море у нас было давайте начинать строительство сразу после того как проведем эстакаду сделаем развязки здесь и вот здесь развязочки сразу сделаем до быстренько за коннектием федеральную трассу белгородом и уже чтобы спокойно открывать движение по данному мосту открывать движение по этой дороге и радоваться жизни погнали а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Close your eyes DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Вот она у нас выглядит. Немножко давайте подробностей. Ну, на самом деле, ничего особенного не сделано. Просто провел блок железной дороги. Здесь у нас вывел на мост дорогу к данному производству. Здесь провел ее под железной дорогой. Видите, поставил новые мосты для ЖД. А здесь, естественно, в тоннеле есть большая гора. Ну, если ее ровнять по земле, соответственно, будет некрасиво. Поэтому просто решил путить через тоннель ее. Пусть идет... так идет. Дальше, соответственно, над нашим... Ну, тут уже не однопутный он, но по факту однопутный. Тоже провел в виде моста. Не вижу смысла, да. То есть она, грубо говоря, скоростная дорога. И пересекать ее с железной, ну, такое себе, мне кажется. Здесь решил поставить вот такой вот подвесной большой мост. Ну, как бы красиво, да. Дальше у нас выходит он на... Ну, и не на эстакаду, а на мост, да. То есть через маленькую дорожку. Потом решил сделать насыпь. И вот здесь вот так вот тоже провести мостом. Соответственно, позже соединил. Здесь мы сделаем тоже развязочку. И вот как-то вот так вот. Да, старался везде выводить все на небольшие мосты. Чтобы было, ну, более-менее красиво. И, соответственно, через гору также мостом... Ой, мостом, пардон. Туннелем провел. Сейчас мы с вами будем заниматься развязками. Да, соответственно, соединять нашу кольцевую с основным городом. Также, соответственно, нам надо бы... Ну, вывести основные магистрали, наверное. Только пока еще не думал, как именно, да. Потому что, ну, Перзикова. Возможно, как-нибудь отсюда, может, магистраль пойдет. Мы сейчас посмотрим по дорогам еще. Ну, как минимум. Как минимум. У нас здесь, вот видите, да, то есть трасса проходит. Такая большая трасса. Вот она вот сюда идет. Здесь соединяется. Здесь, наверное, тоже развязываюсь, кубахнем. Чтобы убрать вот эти вот все перекрестки. Здесь у нас, как она идет? Здесь двухполосочка. Ну, проведем ее. Это у нас Белгород, получается. Да, это у нас Белгород. Приходит дорога. Мы ее расширим. Соответственно, нам нужна еще одна будет какая-нибудь трасса, которая уходила бы в другую сторону. Наверное, в сторону либо Алексина, либо Коростяне. Возможно, даже вот так вот ее посередине прям пропустим, чтобы туда и туда можно было заезжать. И чтобы она вот переходила, наверное, сюда вот в Тулу. Ну, а потом разберемся. Давайте, наверное, сейчас начнем просто с развязок. Потому что, обратите внимание, у нас с севера нигде дорога не примыкает. Вообще нигде. И это как бы нехорошо. Пойдем по кругу, а там дальше разберемся. Да, по кругу. Начнем мы отсюда. Нам нужно еще один поставить съезд вот сюда, в сторону Белгорода. На самом деле, я думаю, есть ли смысл делать этот съезд. Ну, по-хорошему, как бы есть смысл. Да, но как бы у нас в сторону Калуги есть вот здесь вот съезд. Да, и вот здесь уже дорога будет идти сюда. Здесь они будут разъезжаться. И, возможно, это снимет пассажир автомобильный поток вот отсюда и отсюда. Да, здесь у нас пока что дорога не используется. Но, как вы помните, когда она использовала, тут были колоссальные пробки. Поэтому я думаю. Думаю, но не знаю. Естественно, нам еще нужно будет запитать вот здесь дорогу. Чтобы был, ну, хоть какой-то... Я понимаю, у нас вот здесь как бы дорожка идет. Я не знаю, буду ли я здесь делать какие-то развязки для съездов. Возможно, что-нибудь сделаю. Пока что я подумаю. Там, как говорится, опять будет видно. Ладно, погнали делать развязки. Ну, и радоваться жизни. Все, приятного просмотра. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Так, ну что ж, ребята, мы с вами, в принципе, закончили с развязками южной части, назовем это так. Я, правда, не знаю, где тут юг, где север, но так, и я поставлю вершую камеру. В общем, со стороны района Калуга-2 мы с вами закончили развязочки. Здесь я дополнил развязку сделать съезд со стороны Белгорода на Кольцевую. Здесь, соответственно, обустроил развязочку, как мне уже в Дискорде написали, я скитал скрин в Дискорде, и мне в Дискорде уже написали, что похоже на развязку Мукада и Ленинского. Получилось вроде как более-менее неплохо. Да, здесь у нас дублер со съездом и как бы разъездами в разные стороны. Здесь у нас, как вы знаете, да, есть производство, соответственно, сделал съезд на производство, да, то есть обычная дорога, обычные съезды односторонние, и также с дублирующими, с дублерами и съездами. Плюс подключил дорогу, сделал дорогу дальше шестиполосной до самого Белгорода. Вот она, шестиполосная дорога. Соответственно, у нас здесь небольшая развязочка, да, мост съезд. И сделал здесь развязку. Здесь развязку было делать сложно тем, что у нас здесь, с вами видите, дорога высоко находится, здесь дорога пониже. И из-за этого пришлось строить довольно-таки высокие мосты. Но вроде бы получилось. Соответственно, чтобы ее не накручивать, там, больше чем-нибудь поскорее под эстакадой, да, вот пришлось как-то выкручиваться, под мостами пропускать эстакады. Ну, вроде даже получилось, даже по высоте, по-моему, неплохо, но это мы уже узнаем, когда машины тут будут ездить, если они, конечно, тут будут когда-нибудь съездить, неизвестно. Здесь у нас дорожка тоже, по-моему, идет от производства. Конечно, возможно, ошибаюсь. Да, видите, здесь у нас производство есть. А, здесь, кстати, у нас, вон, из Волгодонской идет дорога. Я даже как-то не думал об этом, честно. Но, прикольно, если я буду пользоваться, буду в Ани машины ездить, я буду только рад. Поэтому пускай на здоровье. Так. Здесь, смотрите, я поставил новый тип развязочки. Хочу ее использовать. Вот так вот она выглядит. Со съездом, с заездом. Ну, это, естественно, все я уберу, это не проблема. Вот. И сейчас мы нашу кольцевую законнектим сюда. А здесь просто сделаем съезды-разъезды. И у нас, получается, вот с этой стороны район тоже будет законнектен к кольцевой. И останется нам что-нибудь придумать на севере. Там, здесь вот. Здесь у нас, ну, дорога будет не тронутая. Здесь пока не знаю. Думаю, где-нибудь здесь может быть развязочек как-нибудь организуем. Хотя не факт. Не факт. Если только, конечно, мы... А у нас как бы ферзиковая есть. А ну, по-моему, дорогой вообще никак не законнектен. Ни с какой стороны вообще. Поэтому надо будет провести. Вот у нас вот тут дорога, да? Ну, она такая. Куда-то она там идет, а куда неизвестно. Она, по-моему, здесь заканчивается. Да, она здесь заканчивается. И, в принципе, можно будет... А, мы ее можем вот сюда как раз к этой разбязке законнектить. С ферзиковым. Хотел я, честно говоря, еще вот здесь вот трассу пустить. Например, вот сюда вот в коростень можно, да? То есть коростень вот Алексин у нас. И, соответственно, если дальше-дальше по прямой, у нас здесь Кострома. А, ну и, в принципе, все. То это Кострома хотя бы довести. И где-нибудь тоже законнектить. Ну, это пока что еще все задумки. Соответственно, здесь мы сделаем большую развязку. Но пока, наверное, мы ее трогать не будем. Сейчас мы, наверное, давайте доделаем с вами вот эту вот часть. И, наверное, пока что на этом все. Нам останется сделать какие-нибудь автобусные маршруты. Пустить междугородние автобусы. И на этом наша серия будет, скорее всего, закончена. Так что, давайте сейчас быстро делаем эту развязочку. Затестим нашу кольцевую. Как она вообще выглядит с стороны. Что у нас здесь? Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас дорога тоже в никуда. Но пусть пока остается в никуда. Здесь у нас все равно мост проходит. А мы ее, может быть, может быть... Куда мы можем ее... Дить? Может быть, вот так вот ее поднимем? Сейчас, ну-ка, есть у меня одна идейка. Как говорится, свежепредание. Возьмем вот эту часть. Здесь на что? Что там? Ладно, возьму вот эту часть, наверное. Попробуем ее сюда подконнектить. Сюда она не хочет коннектиться. Сюда вот мы ее законнектим. Только вот эту вот мы что берем. Вот так вот. Обычная такая дорога. Ничего особенного. Здесь у нас добывается медь. Поэтому ничего особенного. Так, хорошо. Давайте мы сейчас немножечко проведем нашу дорогу. Так, чтобы было красиво. Правильно? Правильно. А чтобы было красиво, наверное, вот отсюда мы ее прям поведем. Поэтому тут часть мы уберем. Ну... А вы наслаждаетесь просмотром. Тут, в принципе, ненадолго, я думаю, строительство. Ну, а как у нас получилось строительство, вы узнаете уже в следующей серии. Как всегда, моя строительство затянулось. И, боюсь, это будет слишком-слишком длинная серия. Поэтому разбил ее на две части. Не пропустите следующую серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы получить уведомления. Ну, а с вами был Картелага. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok